Сегодня в зале краевой филармонии губернатор Авель Гениатуллин встретился с представителем муниципальных образований края на четвертом съезде Ассоциации Совета. Одним из основных вопросов стало избрание нового председателя Ассоциации. Подробнее наши корреспонденты. В своем докладе губернатор проанализировал состояние и перспективы развития муниципальных образований, подчеркнув, что в целом экономика в крае развивалась. Авель Гениатуллин отметил, что во многом благодаря и реализации целевых программ, инвестиционных и социальных проектов. Реальный объем валового регионального продукта подрос на 4% и составил 215 миллиардов рублей. Начательный план показателей обеспечен ростом добывающей промышленности, стабильной работой Новоширокинского рудника, разряда Тубуйский, Джирикенского, ГОКа вместе с ферро-молитеновым заводом, золотодобывающих предприятий, таких как Рудник Апрелков, Индикан, Золото, Урмкан и многих других. Объем добычи золота оценивается в 8,2 тонны. Это самый высокий показатель за последние 18 лет. Членам Ассоциации сегодня предстояло также переизбрать председателя Совета муниципальных образований. Из-за истечения срока полномочий Валерия Духновского, экс-главы Анонского района. Новым председателем стал Роман Ларионов, глава Газимура-Заводского района. Своё видение районных проблем он связывает с недостатком финансовых средств в местных бюджетах. Помимо заработной платы, помимо, скажем так, ЖКХ, угля, в районе должны быть деньги на развитие обязательно. На ремонты, на строительство чего-то нового. Да просто на то, чтобы дети ездили в Читу куда-то за пределы региона. На всё это должны быть деньги. Член Ассоциации, коих сегодня в зале было около 300 представителей, единодушно признали приоритетными такие задачи, как поддержка сельского хозяйства, дальнейшее привлечение инвестиций в регион и развитие малого и среднего бизнеса на селе. По предложению губернатора было решено создать краевой фонд стратегических инициатив, чтобы поддерживать нужные проекты, особенно из глубинки. Вера Садурина, Дмитрий Пенигин. Время новостей.